и маслопресс фирмы равмит я хочу сказать модель тоже очень красивая аккуратная и и это та модель наверное откуда начинается качество давайте посмотрим что у него у него сенсорное управление здесь есть виды семян попозже включим сначала я вам покажу шнекта колпачок снимается здесь есть такой винт принципе есть ключ если что там туго закрутился надо открутить но это после отжима масла вы достаете вот шнек шнек выглядит вот так сам с жимной корзины то есть здесь получше металл они стали делать потому что раньше хуже был единственный момент который есть ну как бы особенность такая при работе с этим маслопрессом вот его нежелательно мыть этот шнек его лучше протирать какой-то влажной тканью да потом вытирать насухо если вы но помыли его то надо прям быстренько быстренько вытереть все насухо и следить за этим потому что здесь металл который подается коррозии знаете как вы праве мясорубки были если ты ее не вытришь но как бы нож дату она может сама покрыться такой таким окислительными пятнышками и вот это как бы втулка такая вернее вот это отверстие которое сделано здесь с резьбой она из другого металла и вот он не соприкасается с отжимной корзины с маслом вообще в принципе да то есть он передает ну как бы нагрев через него идет но качество у него такой внешне не безупречная там прям покрупнее показать то есть здесь допускаются какие-то неровности может быть даже мелкие сколы это не является браком я сразу хочу предупредить потому что если каждый прибор мы откроем тут будут какие-то мелкие ну как бы такие несовершенства так скажем на это не надо обращать внимание потому что это никак не влияет на работоспособность прибора на отжимового масла и нас на срок его работа да и это не соприкасается часть совершенно продуктом вот потому что все это идет внутри шнека после каждого выжим отжима масла вам надо обязательно дождаться когда он остынет но и вынуть протереть шнек это обязательно ну просто прибор будет дольше работать у вас и такая еще как бы ну если вы просто словите момент когда это делается тут пока еще шнек не остыл таким тепленьким он просто проще проще за ним ухаживать смывать вот масло попадает сюда вот отверстие здесь тоже ситечка отсюда выходит жимах контейнер ставить жимах конечно сюда много выходит вот включается он здесь есть 7 режимов арахис сезам то есть кунжут до подсолнечник то есть для орехов смешанный режим грецкий орех и собственно сначала первой кнопкой да вы можете выбрать режим который вам нужен и ну то есть запустить в работу на эта кнопка реверс обратно когда и в общем то у вас может еще гореть кнопка например крышка у вас не закрыта да вот видите кнопочка загорелась что у вас крышка показывать не закрыта потому что здесь тоже такая защита вот ну собственно все все самое необходимое есть ну вот насколько эти режимы ну не знаю по по моему китайцы немножко все время перри как бы с режимами перебарщивают потому что ну не надо столько режимов везде где вы засыпаете то есть так как там отверстие у всех таких домашних масла пресса достаточно маленькая вы не можете засыпать орехи целиком не арахис не грецкий орех да вам надо их немножко измельчить то есть сделать их можно в блендере чуть-чуть бандар блин дарнуть так скажем да чтобы они вас измельчились можно вручную можно там просто как-то скалкой но это сделать чтобы они нас были примерно по величине как семечко подсолнечника вот ну может быть я не знаю вот имеет смысл какой-то как более мелкие семена да как сезам ну по сути честно говоря они не пишут как они чем каждый режим отличается температурные как не думаю что это отличается больше на этот маркетинговый ход вот собственно как бы и все то есть вам надо я считаю все таки вот этот маслопрессор равмит он требует более аккуратного к себе такого внимательного отношения и обратите внимание вот на как бы не совсем совершенный металл такой но он зато и самый как бы бюджетный в линейке вообще маслопрессов хотя недешево стоит но извините уж там чу есть как говорится и вот то что вам нельзя его все-таки мочить не то что же там с какими-то моющими средствами это вообще нет то есть очень аккуратно за ухаживать за шнеком каждый раз вот протирать его какой-то сухой максимум чуть-чуть влажной тканью после каждого каждого отжива масла и все да в принципе вы обладатель каждый раз свежего хорошего качественного масла потому что это действительно эликсир то что вообще может очень здорово улучшить качество жизни вашей вашей семьи ваше здоровье быть независимым и действительно позволяет позволит вам иметь самое наилучшее качество